В этом видео я расскажу вам о комбинации подкорма, которую делают всего один раз за сезон в августе, когда куст уже устал от первой волны плодоношения и начинает входить во вторую очень слабо. В целом, к августу почва уже достаточно истощена, растение недополучает микроэлементы, листья и побеги уже устают плодоносить и появление завязей и рост плодов сильно замедляется. Здесь-то и нужна эта подкормка в качестве стимулятора роста и для возвращения куста к здоровому и энергичному состоянию. Если вы еще не вносили азотную подкормку в августе и не заготовили для этого другие материалы, можете воспользоваться этим рецептом. Эта комбинация предполагает смесь опрыскивания и прикорневой подкормки, хотя опрыскивание янтарной кислотой особенно и подкормкой-то не назовешь, так как это больше стимулятор, который подталкивает огуречный куст к развитию и укреплению своего здоровья. Берем простую янтарную кислоту в аптеке, разводим 10 таблеток на 10 литров воды и опрыскиваем. Но переусердствовать с этим не стоит. Стимуляции можно делать не более трех раз за сезон и не чаще раза в месяц. Я вообще делаю только в августе один раз. А для корневой подкормки используем куриный помет, либо же травяной настой. Я часто делаю эти подкормки для своих растений на стадии роста ботвы, поэтому все ингредиенты у меня всегда есть. Сначала поливаем растения по литру удобрением из куриного помета и сразу же обрабатываем раствором из янтарной кислоты по листу. Это удобрение вернет кусту жизнь и обеспечит очень длительное плодоношение со здоровыми и крупными огурчиками.